Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в том, что мама меня не любит, пишет она на нем и говорит, что ничего не добила жизни, не построила карьеру, что я обозорю её, потому что не замужем и не нужна никому. Поддержки толком не было, я как-то всё сама, если помогаю, то Гоша упрёк. У неё нет мудрости, никогда не было в детстве, я быстро поврослела, всё речь на вас советовала. Но сыны моей нет в нашей семье, как уже объяснить и говорить, если не слушает. Если у меня пока нет своей семьи, то я обозорю их и считаю смигчёмным, ничего не добившись. Аноним, ну вы говорите, что быстро поврослели, как бы, то, что вы задаёте такой вопрос, говорит о том, что вы не поврослели, потому что взрослому человеку не нужно ни разрешения, ни одобрения. Врослый человек, он просто идёт по жизни, а не вся личная ответственность за то, что в его жизни происходит, и всё. То есть, отвечает взрослый человек только перед самим собой, не более того. Поэтому, если, то, что вы спрашиваете об этом, это уже говорит о том, что вы не совсем взрослый, что вы не совсем опираетесь на себя и не совсем себе доверяете. Это один аспект. Второй аспект. У вас обиды на маму. Несмотря на то, что вы говорите там про то, что у неё нет мудрости и прочего-прочего, всё равно, есть такое ощущение, да, что вы ждёте от неё чего-то. Вы ждёте от неё перемен, вы ждёте от неё одобрения, вы ждёте от неё чего-то ещё. А правда в том, как бы, что этого не произойдёт, она не изменится, она не станет другой. И вам это пока всё сложно принять, потому что в глубине души, несмотря на то, что вы, вот, пишете. На мой взгляд, у вас есть такое ощущение, что это с вами не так. Такое ощущение есть, что, ну, вот, что-то вы делаете неправильно, да, и, соответственно, как бы, вы в этом сомневаетесь и пытаетесь получить поддержку у мам. Вот. То есть перекладываешь, перекладываешь ответственность на неё за то, что вам, собственно говоря, самой хочется, за то, что вам самой нужно, вот, за то, что, за то, в чём вы сами нуждаетесь, вот, и так далее. И дело здесь, конечно, не в том, что, что вы не должны с чём принуждаться. Вы нуждаетесь, и это, это нормально. А дело здесь именно заключается в том, что вам из-за этого плохо. Вот. То есть дело здесь заключается в том, что вы страдаете. Вот. Пробавьте, вот, с того, что... Ваша мама, например, не даёт вам того, что вы хотите. А вы от нее этого ждёте. Вот. Это, ааа, пожалуй... Пожалуй, ааа... Ну, первое, наверное, на что хочется обратить ваше внимание здесь. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что вам как будто бы не очень интересна ваша жизнь. То есть, ну, вы обращаете своё внимание на те вещи, о которых пишете, да? Ну, вот, как бы, к сожалению, вы обращаете внимание на эти вещи, но, как бы при этом, вот, своей жизнью я бы сказал, что в данном конкретном случае своей, своей жизнью вы не живёте. То есть, вы как-то, вот, больше опираетесь на мать, вот, и больше стараетесь ей что-то доказать. Вот, поэтому, если говорить о некоторых проблемах, то можно выделить в качестве проблемы тот факт, что вы пытаетесь своё внимание что-то доказывать. То есть, боретесь с ней, то есть, воспринимаете её в данном случае слишком серьёзно. Каким образом так происходит, почему так происходит, нужно выяснять. Что именно вы пытаетесь скомпенсировать в себе в этом смысле? Довольно важный аспект. Как мне кажется, повторюсь. Я не претендую на истину. В данном случае. Дальше. Вот, вы говорите, поддержки толком не было и так далее. То есть, безусловно, у вас есть некая травмированность отношениями с мамой, есть непрозитые чувства в этом контексте. И, естественно, вам нужна в этом помощь. Это само собой. Вопрос заключается, как мне кажется, немножко в другом. Вопрос заключается в том, что вы спрашиваете, как ей объяснять и говорить, а зачем ей что-то объяснять и говорить. Вот всё надо. Для чего ей что-то объяснять? Для чего ей что-то говорить? Чтобы что? Что изменится для вас? Вот вы задаете себе вопрос. Что изменится для вас, если вы сможете ей что-то объяснить? И верите ли вы в глубине души, что ей действительно можно что-то объяснить? Ведь вы же не верите в это? Как мне кажется. Ну, в глубине души вы не верите. Вы понимаете, что это борьба с витринными мельницами. Но всё равно продолжайте это делать. Поэтому я думаю, что ваша мама прекрасно чувствует, что вы в ней нуждаетесь. Вот. Прекрасно ваша мама чувствует, что на данный момент вы от неё зависимы. На данный момент вы в ней нуждаетесь. Вот. И она этим пользуется. Вот. А ваша такая вот позиция, что вы взрослый и самостоятельный, да, это, ну, позиция скорее больше похожа на… Вот именно, что… Реакционное поведение больше скорее на эта позиция похоже, нежели чем на то, что вы делаете это, ну, условно говоря, из-за ощущения того, что вы… Можете ощущения того, что вы хотите чего-то и так далее. Вот. Заранее прошу меня извините, если вам как-то вот это… Ну, ну, неприятно слышать. Вот. Я понимаю, что это может быть неприятно слышать. Но, тем не менее. Вот. Поэтому… Поэтому… Вам… Вот… В этом смысле… Нужна помощь в… Ну, в коррекцию… Этих моментов, на которые я обратил ваше внимание, и, соответственно, по данным элементам вам нужна психотерапия. Опять же, не совсем в данном случае, понятно, готовы ли вы к ней. Не совсем в данном случае, понятно, готовы ли вы заниматься психотерапией или нет, потому что если готовы, то ваше обращение – это первый шаг, первое действие, первое движение в сторону изменения своей жизни. Но следующим движением может быть вот как раз начало психотерапии. Это то, что хочется сказать сейчас. Вам то, на что хочется обратить ваше внимание сначала. Дальше уже будет видно и очевидно, как и что вы хотите делать. Вот. В каком направлении вы хотите двигаться. Вот. Как-то так. Какой-то такой ответ получился. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Вам я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что-то там позволит начать работу над собой. Позволит вам начать двигаться в ту сторону, в которую вы хотите. Вот. И, соответственно, что-то в своей жизни меняли. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи вам !